В последнее воскресенье июля моряки Беларуси отмечают День военно-морского флота. И о профессиональном празднике, и о службе в море мы поговорим с нашими гостями. У нас в студии контр-адмирал Александр Мачайкин, капитан 2-го ранга Валерий Холодилин и капитан 2-го ранга Валерий Жданович. Доброе утро! Рассказывайте, как идет подготовка к торжествам? Ну, прежде всего, хотелось бы поздравить всех подводников, надводников, летчиков, морскую пехоту, да и всех тружеников, кто трудился в свое время и трудится над созданием военно-морского флота с праздником, знаменательным событием, День военно-морского флота, который мы празднуем в это воскресенье. Если кратко исторически, вы, наверное, знаете, что это было установлено по инициативе народного комиссара военно-морского флота в то время Кузнецова Николая Герасимовича, еще в 1939 году, но была дата установлена 24 июля. А потом? Совет народных комиссаров потом утвердил даты, которые можно было праздновать, и установил последние. Но это уже в 1980 году, 22 июня тоже. Праздновать День военно-морского флота в последнее воскресенье месяца. Вот расскажите, что нас ждет послезавтра? Праздник будет масштабный или камерный? Это будет праздник всей Белоруссии. Я так буду говорить. Да, так буду говорить. Конечно, мы не будем купаться в бассейнах, там прыгать с вышек, ничего. Мы очень скромно отдадим дань людям, которые служили, которые положили голову в годы Великой Отечественной войны. В этой связи у нас ведется большая работа в настоящее время и в перспективе устанавливать и памятник, и мемориальные доски, и другие почетные номинования праздников. В Белоруссии мы будем традиционно у музея нового, который вы знаете где, у Стелы, построение торжественное. Пребудут и делегации, которые мы приглашали. Вот, торжественное построение. Это воскресенье с утра, правильно? Да, это в 10.30 на построение. То есть все зрители, желающие посмотреть на это торжественное мероприятие, памятное, приходить к Стеле Минск, город-герой. Валерий, расскажите, пожалуйста, а сколько сейчас моряков, военных моряков в Беларуси можно сосчитать? Ну, наверное, точную цифру не назовем, сколько сейчас находится на учете, потому что уже вышли из призывного возраста люди. Но в численности в нашей организации порядка полутора тысяч человек. Ваша организация это как? Это Белорусский союз военных моряков. Он представлен во всех областных центрах, районных городах Беларуси. Ну и ведет определенную большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, по поддержанию памяти флотских традиций. И об этом вот свидетельствует наш календарь, который ежегодно мы выпускаем. И здесь мы даем страничку всем организациям, которые свои вехи показывают. Каждый месяц определен какой-то организации. И здесь указано, какая работа, наиболее значимые мероприятия, которые проводились с нами. Ну вот мы видим еще, что вы не с пустыми руками пришли. Это что же такое? Расскажите нам. Это у нас... А, вот у нас есть фрагмент. Фрагмент. Как вы знаете, мы неоднократно проводили такую военно-патриотическую работу. Он с Белоруссией. И это мы вот такие несколько фрагментов вручаем и в музеям, и, значит, школам, чтобы как память о тех людях, которые, значит, служили на подводном флоте и служат в настоящее время, чтобы видели. А почему вот этот фрагмент вот так важен именно для Белоруссии? Как почему? Потому что Валерий Иванович сказал, что одна треть личного состава был из Белоруссии и служит, и проходил службу. Вот. И корабли с именем Белоруссии, они бороздили и бороздят в настоящее время и военно-морской флот, и гражданский флот. И, конечно, это такое, ну, как дань, как память о тех, кто отдал именно непосредственно свою жизнь из белорусского народа по защите нашего Отечества, общего Отечества. Валерий, расскажите, пожалуйста, вам такой вопрос. Насколько сейчас вообще молодое поколение проявляет интерес вот к такому аспекту истории? Вы же наверняка встречаетесь, да, в школах, в вузах проводите встречи, да? Как вообще? Интересуются? Или так? Или скучно сидят на парах, слушают? Нет, должен сказать, что очень интересуются. Вы же живая история. Да. У нас создана группа при Белорусском союзе военных моряков, инфрационная группа, которая выступает у нас в Минске в колледжах, в школах, в Суворовском училище и даже в университет экономики, в Нархозбурге. Там очень с удовольствием слушают и приглашают почаще приходить к ним, рассказать об участии военных моряков и как в Великой Отечественной войне. А что чаще спрашивают? Значит, чаще спрашивают. Однажды в колледже искусств девятиклассница спросила, у меня после завершения информации, а что бы произошло в мире, если бы операция «Валькирия» удалась? Все, значит, стоящие рядом со мной оцепенели, думали, товарищ моряк, подготовиться, ответить. Я говорю, нет, я сейчас отвечу. Я им ответил. Ну, операция «Валькирия» — это 20 июля 44-го года, когда готовилось покушение на Гитлера. Второе, к сожалению, не удалось. Ну, только им ответил, что сохранились сотни тысяч жизней, как с одной стороны фронта, так и со второй. Очень. Ну и интересуется, вот в 225-й школе пригласили и сказали, «Что же сделал военно-морской флот для освобождения и защиты Беларуси в годы войны?» Вот, мы так, наша группа рассказала, подарила им книгу. У нас, значит, вот за последние годы издано три книги. Вот одна из них, вот тут, товарищ адмирал, это «Адмиралы земли белорусской», речные военные флотили на территории Беларуси, и русско-японская война, это 1994-й год, и Беларусь. Вот эти наши редакции, они вышли. И вот вчера закончили чтение новой книги, которая посвящена героическому экипажу лодки С-13. Это, который командовал капитан третьего ранга Александр Иванович Маринеско. Конечно, сложно об этом рассказать в двух словах, тем более в эфире. Эфир, к сожалению, не такой объемный, не так много времени у нас. Но я думаю, что вас будут приглашать и дальше, и нас смотрят и учителя, и руководители школы, и учебных заведений. И наверняка пригласят на такие интересные информационные часы, чтобы поближе познакомиться с историей вживую. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Доброе, что Беларусь, конечно, поздравляет вас с наступающим праздником. Желает вам только всего самого светлого, на что... Ну, а вам разрешите вручить скромный, но приятный такой вот. Сувенирчик. Это посвященный столетию подводного флота. Пожелать всего самого наилучшего. Спасибо, что вы, значит, нас привлекаете к этой важной работе. Надеюсь на честное сотрудничество. Всего на доброе. Спасибо. Спасибо огромное. Приходите еще. Это приятно. Спасибо. А я напомню, что у нас в студии в канун Дня военно-морского флота в гостях побывали контр-адмирал Александр Мачайкин, капитан второго ранга Валерий Холодилин и капитан второго ранга Валерий Жданович.